В эфире Айньюз в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Умный браслет для дальнобойщиков, а также для любителей долгих поездок за рулем представили латвийские стартаперы. Главная задача устройства – не дать водителю уснуть во время движения. Ежегодно во всем мире происходят сотни тысяч аварий по причине усталости автомобилистов. Нередко водители засыпают за рулем, что приводит к трагическим последствиям. Жертвами таких ДТП становятся десятки тысяч людей. Далеко за примером ходить не нужно. Два года назад в Нижегородской области микроавтобус, в котором ехали дети каратисты из Татарстана, врезался в грузовик. Погибли три человека. 17 получили травмы различной степени тяжести. Момент столкновения запечатлела камера видеорегистратора, находившаяся в большегрузе. На пустой дороге микроавтобус выезжает на встречную полосу. После – сильный удар. Как позже выяснилось, водитель уснул за рулем. Чтобы не дать автомобилистам отключаться во время движения, латвийские стартаперы снабдили свой браслет датчиками. Они непрерывно мониторят сердцебиение и электропроводимость кожи. Схожие сенсоры используются в полиграфах. Как только показатели достигнут критической отметки, браслет ударит водителя током. Разряд будет небольшим, но достаточным, чтобы разбудить и взбодрить человека. Происходит выброс адреналина, а уровень гормона сна, мелатонина, наоборот, снижается. Аккумулятора браслета хватит на две недели непрерывного использования. Разработчики признают, что от усталости и переутомлений шокер водителей, конечно же, не избавит. Но сделать поездку безопаснее способен. В данный момент стартаперы готовятся к запуску производства. Необходимую сумму они уже собрали. Начать поставки планируется в предстоящем ноябре. Россияне распробовали электронные книги. Сейчас, приобретая издание, люди чаще отдают предпочтение цифровым вариантам. Бумажные книги отступают, несмотря на ламповую атмосферу, которую они дарят. Запах типографской краски, перелистывание страниц и так далее. В частности, как сообщает Яндекс, со ссылкой на собственные исследования, в первом полугодии 2017-го число платежей за электронные книги было в два с половиной раза больше, чем за традиционные издания. При этом стоит отметить, что анализ учитывает данные только сервисов Яндекса. Яндекс.Касса и Яндекс.Деньги. Так что в целом ситуация может несколько отличаться, но тенденция все равно отчетливо видна. Рост популярности электронных книг специалисты объясняют тем, что цифровые издания существенно дешевле печатных. Так, средний платеж за электронную книгу сейчас составляет 192 рубля, тогда как за бумажные в обычном магазине платят уже около 553 рублей. При этом, как отмечают в Яндексе, россияне стали читать больше. Спрос в целом растет как на электронные, так и на бумажные версии книг, пусть и с разной скоростью. Сейчас Россия в рейтинге самых читающих стран занимает второе место после Китая. 59% россиян читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok